Всем привет! Сегодня еду сдавать экзамен. Экзамен будет для определения моего уровня на программу интеграции. Эта программа создана для того, чтобы в дальнейшем иностранцы, проживающие в Корее, могли получить либо вид на жительство, либо гражданство. Я хочу получить корейское гражданство, поэтому мне нужно обязательно прослушать эту программу. Всего там 5 уровней. С первой по четвертой это корейский язык и пятый уровень там уже про Корею. Культура, политика, история. Я рассчитываю на то, что я сдам экзамен и меня определят сразу на пятый уровень, надеюсь на это, чтобы прослушать пятый уровень и потом сдать экзамен. Один уровень длится 3 месяца, это 100 часов нужно прослушать по 8 часов в неделю. Можно разбить уроки на несколько дней в неделю по 2 часа, а можно выбрать один день в неделю и прослушать все 8 часов, но так как у меня скоро родится малыш, мне это не подходит. Удобнее будет каждый день заниматься по будням по 2 часа. Результаты этого экзамена будут через 2 недели, потом я уже смогу записаться на саму программу интеграции. Я насмело позавтракать, взяла кимпап, тут у меня еще шоколадка, есть по дороге еще, у меня есть кофе. Ехать нам недолго, повезло, что университет находится близко, всего полчаса езды. А вот и университет, где будет проходить экзамен. Немножко волнуюсь, но этот экзамен невозможно провалить, так что ничего страшного. Даже если я затуплю, заволнуюсь, растеряюсь. Пожелайте мне удачи, это видео выйдет уже после того, как я закончу экзамен. Небольшой такой университет, в этом здании будет проходить экзамен. Ну что, экзамен закончился, я не ожидала, что будет так легко. Всего было 50 вопросов, на решение которых давал за час. Я справилась за 40 минут, и 20 минут я сидела, мне нельзя было выйти из аудитории, дабы не мешать другим. И я просто сидела, ждала. Получается, было 50 вопросов, с 1 по 40 это было на понимание корейского языка. И остальные 10 вопросов были уже о Корее. В общем, было намного легче, чем я думала. И в Сульчевом это говорение тоже прошло очень легко. Был легкий текст, довольно-таки я прочитала его. Мы отвечали на вопросы, всего было 5 человек. Мы сидели вот так вот полукругом за партами перед экзаменаторами. Экзаменаторов было 2 человека. И каждый экзаменатор задавал по вопросу. Мы отвечали по очереди. Вопросы были разные, некоторые вопросы были похожи. В общем, было очень легко. Самолет! Все, теперь думаю, меня будет лучше слышно. Результаты будут через 2 недели. Я думаю, что меня определяют сразу на 5 уровень. Думаю, что я справилась хорошо. Не хотелось заканчивать на этом влог. Поэтому сегодня новый день и продолжение. Всем привет! Сегодня понедельник, 22 мая. Экзамен я сдавала в субботу, 20 мая, 21 мая, воскресенье вчера. У нас с мужем была вторая годовщина со дня росписи. С того дня, как мы официально стали мужем и женой. Мы вчера не отмечали, вчера мы были с детьми, сегодня будем отмечать. И вообще у нас сегодня день начался с отличной новости. Мы наконец-то получили нашу машину. Муж еще в прошлом году, в декабре, либо же в январе этого нового года, встал в очередь. И спустя полгода нам наконец-то выдали машину. И сейчас мы приехали в Кучон, чтобы зарегистрировать машину и получить номера. Нам только что установили номера. Было всего 2 или 3 номера на выбор. Муж выбирал сам. За оформление машины на себя мы заплатили 2 миллиона 700 вон. Мы сэкономили 800 тысяч вон. Если бы мы делали это через человека, а не самостоятельно, мы бы заплатили 3,5 миллиона вон. Мы об этом не знали, когда сюда ехали. И реально был большой сюрприз, потому что мы приготовили одну сумму, а с нас в итоге взяли на 800 тысяч вон меньше. Мы сэкономили, получается, 600 долларов, порядком 50 тысяч рублей. А вот как выглядит наша машина со стороны. Карнивал, мечта мужа. Он всегда мечтал о такой большой семейной машине. Вот, наконец-то, оно у нас появилось спустя полгода ожидания. Внутри 9 мест, 2 спереди, 4 сзади. И можно вот здесь вот, получается, сидение открыть. И будет еще 3 дополнительных сидения. Но тогда не будет багажника. Вот в этом минус. Зато поместятся все. Кирюшка, Ель, третий малыш. И я сзади буду сидеть. Еще не представляю, как я буду водить эту машину, потому что мне страшно. Она слишком большая. Посмотрите. Я, мне кажется, не смогу, особенно, заезжать на парковке, выезжать с парковок, парковаться. Мне кажется, это нереально на этой машине. И я, мне кажется, не смогу. Машина огромная. Машина огромная. Ну что, теперь можно отменить 2 радостных события. Это годыщина нашей свадьбы и покупка машины. Едем сейчас в Инчон. Я хочу поесть наши роллы, которые нигде не делают, кроме вот Инчона. Здесь делают в суши-бокс очень вкусные роллы. Также здесь делают наш удон. Такого просто не найти. В обычных японских ресторанчиках. И в корейских тоже продают только суши. А вот роллы в нашем стиле их нет. Деньги. 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 Ну и раз мы в Венчуоне, начали закупиться нашими продуктами. Это, кстати, любимые печеньки моего дедушки. Формула успеха, он ест их каждый день. Я набрала уже кекс с изюмом, ватрушку и плюшку взяла. Сейчас, думаю, может что-нибудь еще взять, типа шпрот. Выглядит вкусно. А возможно купить что-нибудь такое необычное и вместе с мужем попробовать, чтобы он попробовал то, что еще не ел. И снять его реакцию на тот или иной продукт. Как думаете, пишите в комментариях. Как думаешь, например, я беру острый, Че-то я не буду покупать. По-моему, это быстро. Это шпротти и очень вкусно. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Я прям в предвкушении Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok По дороге мы купили Маколи для обряда Обряд для обмывания новой машины Муж покажет вам, как его в Корее делают Идем сейчас домой Как думаешь, что за сюрприз, сына? Не знаю Не знаешь? Нет вообще предположений Асана? Да Сейчас увидишь Бежит, бежит И еще не подозревают, что увидит Добавил 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 Добав это наша новая машина сына я попал я попал я попал я попал сейчас я попал включит красиво? но как тебе тебя нравится на каком кресле хочет сидеть на каком кресле хочешь сидеть не знаешь вы сколько будете сзади сидеть и на этом кресле ты на этом кресле мама буду на этом кресле сидеть а там будет третий малыш сидеть а вот а вот тут апа будет сидеть а вот тут пусто будет маме нужно будет с вами сидеть тебе нравится новая машина да 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 покатаемся про сейчас да да это наша машина сейчас будете делать обряд с помощью макколи сапой оба держи бутылку я или возьму на другое колесо молодец чтобы аварий не было обряд делаем чтоб в аварий не попадать еще одна стола шина оба я лети тоже помоги все бутылку вылили на наш новый мужчину одним нажатием кнопочки иль тоже иль тоже макколи да ты здесь будешь сидеть илька здесь будет сидеть а третий малыш здесь будет сидеть выбрать еще одно кресло мы купим садись вам тебе застегну ремень удобно так это чтобы наклонять сидел сидушку так это куда нужно убери ручку ладно вот так вот сделаем одной рукой неудобно вот так вот смотри крыша открывается там тоже открывается здесь есть кондиционер можно задать кондиционером управлять да там тоже открывается да там тоже открывается неравится тебе да все теперь теперь будем на этой машине ездить еля тебе нравится да и скажи кирилл ушел с мужем в магазин купить кое-что для машины мы с елькой остались еле уснула я осталась вместе с ним видите разлеглась тут очень удобная машина очень большая я изначально была против покупки думала зачем нам такая огромная машина нужна ну вот реально с появлением третьего малыша как только он появится думаю она будет как нельзя кстати уже распределили кто будет где будет сидеть в общем я рада что муж все таки меня уговорил я дала добро ну вот теперь наша новая машина такая семейная будет классно ездить в путешествие как раз таки мы в июне собираемся поехать в крайнее путешествие перед родами на море поедем скорее всего либо в Пусан либо на остров Коджидо еще точно не знаем не планировали еще не смотрели ни отель не бронировали ничего но хотим в июне поехать это будет классно всем спасибо что посмотрели это видео до конца спасибо всем за поздравления увидимся с вами в следующем влаге всем пока вам спасибо 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 спасибо